Приветствую вас, я думаю, думаю, что, конечно, расстояние влияет на то, как вы, к примеру, чувствуете себя, на то, как вы, к примеру, ощущаете себя, на то, как вы, допустим, выстраиваете отношения с девушкой, я думаю, что расстояние, конечно, очень сильно влияет, потому что вы не уверены в себе, не уверены в том, что девушка ваша, она хранит вам верность и так далее. И она сама чувствует нехватку возможностей вашего внимания, да, и переживает. То есть, конечно, расстояние влияет на то, что вы пишете. Но, в целом, это скорее разница в подходах к решению каких-то спорных моментов. То есть, если для вас более приемлемо, например, поговорить, пообщаться, какую-то сложную ситуацию постараться разрешить, если для вас это более, ну, более такой приемлемый способ, да, то девушка явно к этому не стремится. То есть, ей гораздо тяжелее какие-то моменты выяснять. Ну, в отличие, в отличие, в отличие, в отличие от вас, ей тяжело это делать. Вот. Поэтому, я думаю, что обратить вам ваше внимание в первую очередь нужно на это. На то, что вот девушка по-другому решает вопросы, связанные, значит, ну, с вами. И она, как бы, ну, может не иметь просто тех ресурсов, да, она может не иметь тех ресурсов, которые, допустим, есть у вас. Да, она может не иметь тех способностей к решению проблем, которые есть у вас. То есть, очевидно, что она вот как-то сейчас, да, она очевидно боится конфликтов, она очевидно, там, опасается конфликтов, вот, и так далее. То есть, ей в этом смысле очень непросто сейчас, конечно же. Вот. Итак, девушка, девушка, встречаемся всего месяц, но отношения сразу завязались серьезные. Я вот как-то не очень понял, Дмитрий здесь по-временному. То есть, если вы говорите, что вы встречаетесь с девочкой всего месяц, то как отношения могут завязаться серьезные, если вы знаете ее, по сути, ну, не так много, да? Также для меня не совсем понятно, что, как у вас, вот, время. Вы говорите, что вы приезжаете, я так понимаю, в ее город, да, два раза в год, на две недели зимой и на месяц летом. Так, а как тогда вы встречаетесь всего месяц, я не понимаю, вот, ну, тут, возможно, вы что-то не так написали. Возможно, я просто не улавливаю связи, но вы, пожалуйста, проясните этот момент. Дальше. Поначалу все было хорошо, проблемы решались быстро. Ммм. Ну, как сказать. Во-первых, все было хорошо, это оценка. То есть, начнем с этого. То есть, это оценка только ваша. То есть, с вашей позиции, по вашему мнению, все было хорошо. И по вашему мнению, хорошо то, что все проблемы решаются быстро. По вашему мнению, опять. Но, как было с ее стороны, с стороны, например. Как ей, например, это казалось. То есть, казалось ли ей, что все хорошо. На мой взгляд, это важно. Дальше. Последнее время, а точнее четыре последних дня, отношения стали сильно портиться. В свое время напряжения недопонимали. Ну, если вы говорите об этом в контексте месяца, Капарево встречает, то, возможно, ранее имело место быть страсть и влюбленность. А сейчас это пошло на уголь. И на передний план выступает то, что вы не так хорошо вообще друг друга знаете. Понимаете друг друга, понимаете друг друга, и не так мы с вами много общего. И здесь встает вопрос о характере, о контексте ваших отношений. То есть, может быть, может быть, а вы хорошо знаете друг друга как мужчина и женщина. Может быть, вам хорошо друг другом, как мужчина и женщина, как мужчина и женщина, и наоборот. Но, как личности, вам друг другу, вам друг другом не очень, потому что вы друг друга не знаете. Опять же. Потому что слишком мало времени в этот месяц, это очень мало того, чтобы друг друг друга узнать. Дальше. Так, значит, все время напряжения недопонимали. Ну, напряжение, опять же, имеет место быть, очевидно, что и у вас в том числе. И если это напряжение в том числе у вас имеет место быть, то, соответственно, нужно поисследовать, почему напряжение именно у вас. Вот. Если вы говорите о недопонимании, то здесь нужно раскрыть недопонимание, как именно, в чем именно, как вы понимаете недопонимание, то здесь это очень важный момент. Дальше. Старался обсуждать с ней все проблемы, на чем основаны все хочу, от нее сбрасывал, что не сияет меня и что мы хотим поменять в отношениях для большего комфорта. Ну, я, во-первых, думаю, что для отношений, которым месяц подобный подход слишком рановат, потому что это очень подавляющее чувство и очень принуждающий подход к отношениям, скажем так. Это, скажем так, очень шаблонный подход, очень регламентированный подход к отношениям. Это очень когнитивный подход, не спонтанный подход, тогда как для женщины, может быть, более уместно было бы как раз-таки чувственность, спонтанность какая-то, да, а не попытка просто все привести к каким-то, ну, все привести к дифференциации, да, то есть все дифференцировать. Дальше, опять же, вы говорите, что хотим поменять отношения, да, но кто мы хотим? Ведь не все, не все можно поменять, что ты хочешь. Есть какие-то моменты, которые, например, вашей женщине будет сложно изменить в себе, есть моменты, которые вам будет сложно изменить в себе, точнее, практически невозможно и не нужно менять, потому что, изменив это, вы можете потерять себя и будет тогда еще хуже. То есть, это вопрос именно принятия друг друга. Отношения строятся на безусловном принятии друг друга. Если у вас этого нет, а у вас, судя по всему, этого нет, опять же, по одной причине, что, возможно, мало общего между вами, опять-таки, вот, то будут проблемы. И дело здесь не в том, что вы хотите поменять и так далее, а дело в том, какие вы люди. Вот просто, какие вы люди. Дальше. Значит, как я уже упоминал, в последнее время все поменялось. Вы говорите, что в течение последних четырех дней все изменилось. Мне очень важно, кажется, вот этот вот момент, да, чтобы вы постарались, ну, как-то донести до нас, возможно, что конкретно произошло. Вот. 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 Что конкретно произошло? Почему? Ага. Вот. Почему? Она, девочка, вдруг, вдруг, ну, достаточно сильно, получается, изменила. То есть, очевидно ведь, что что-то её к этому сподвигло. Вот. Значит, что-то произошло, что-то случилось, какие-то вещи произошли, которые вам, судя по тому, что вы вот пишете, вам это, ну, пока не так вообще ясно, что вам пока это вообще не так понятно, о чём конкретно идёт дальше. Дальше. Она стала делать, э-э-э, противоположные вещи в своем обещании. А вы, то есть, вот, хотите сказать, что верите, ну, что верите обещаниям женщин? Ну, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что к женщине нельзя предъявлять такие требования, как к мужчине. То есть нельзя ожидать, что женщина будет выполнять свои обещания, потому что она не мужчина. И если мужчина дает обещания, он им следует, потому что мужчина больше с когнитивным аспектом пользуется. А женщина больше пользуется чувствами и соответственно обещания, и обещания она какие-то может давать. Исключительно только, ну, исключительно только, как бы на эмоциях, да? Вот. И если она дает обещания на эмоциях, то мне кажется, что, ну, воспринимать всерьез такие обещания, ну, грубо говоря, нельзя. Мне так, мне так представляется, опять же, вот, потому что эта женщина, я еще раз повторю, эта женщина, и предъявлять к ней такие же требования, как вы могли бы предъявлять к мужчинам, да? Ну, это просто игнорирование женской природы. Вот, поэтому я здесь вас не хочу ни в коем случае ни в чем обвинять. Вот, я не хочу ни в коем случае сказать, что вы плохой или что вы поступаете как-то неверно, но есть ощущение, есть ощущение, что действуете вы, ну, не совсем корректно. Вот. То есть вы, у вас есть ожидания какие-то от девушки, у вас есть какие-то ожидания от того, как, как она должна себя вести, вот, при том, что нет, вероятно, ну, какого-то понимания, да, нет понимания того, может ли она вести себя так, как вы хотите, так, как вы вот ожидаете от нее, вот. Вот, может ли она дать вам, к примеру, то, что вы хотите, может ли она поступать так, как, ну, вот, так, как вы считаете, там, нужным и правильным, допустим, ну, допустим, для нее, да? Вот, то есть это все очень важные моменты, на мой взгляд, на мой взгляд, это все очень важные моменты. Вот. И нельзя просто взять их, да, и сразу исключить. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Что вам это нужно. Другой вопрос. Что вы хотите, вы хотите, чтобы девочка следовала своим обещаниям. И здесь, возможно, речь идет о том, что вы пытаетесь, вы пытаетесь себя так защитить. И если это так, если это правда, если вы правда пытаетесь, пытаетесь себя защитить, защитить таким образом, то мне кажется, что эта позиция, она ведет вас в никуда, эта позиция ведет вас в никуда, потому что вы будете постоянно, получается, требовать, вы будете постоянно требовать от девочки чего-то для себя. вы будете постоянно требовать от девочки гарантии своего спокойствия. Вот. А это очень большая, очень большое давление на человека. может показывать. Вот. Поэтому я думаю, что в этом кроется одна из проблематик. вашего отношения именно к себе даже, вот, не к девушке, да, именно, именно, именно к себе. Именно то, как вот вы себя воспринимаете сами. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше, так, значит, к примеру, день назад я с вами говорил с ней на серьезную тему, что не устраивает меня в наших отношениях, все равно я спросил, что не устраивает ее. Ну, опять же, да, опять же, момент, момент здесь какой. Хочет ли она или хотела ли она говорить об этом с вами? Вот. Какая тонкость, тонкость у этого всего. То есть, вы можете, на самом деле, вот, сколько угодно эту тему обсуждать, но если ей не хотелось говорить об этом, то что вы, ну, что вы ее, ну, вы ее, не знаю, заставить пытались. Или как? Да. Да. То есть, ну, вот это такой момент, который не совсем понятен, вот. Опять же, как можно говорить о том, что не устраивает вас, да, если вы вместе всего лишь месяц, вот, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, да. То есть, вот этот момент, он, ну, тоже не совсем понятен. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, непонятно. Дальше, значит, так, не закончив разговор, она стала собираться, сказал, что надо пойти к другу, решить какую-то серьезную проблему. Ну, то есть, ей не очень, не очень, это была, видимо, приятная беседа для нее. Так, я успел сказать, что мне не нравится, от нее не услышал ответ. Ну, опять же, я понимаю ваши чувства, но вы не должны от нее были услышать ответ. Ну, просто, вот, справедливости ради, не должны были. Она могла ответить. Безусловно, безусловно, могла. Но, так же, она была в праве, ну, не отвечать вам, если, например, не хотела этого. И тут ничего не поделать. А вы, такое впечатление, что, вот, не готовы были принять то, что она может не ответить вам. Если это так, если это действительно так, то тут вы больше думаете о себе, ну, в контексте отношений, чем о ней, чем о ней самой. Вот. Это, опять же, не обвинение. Да. Вот. Вы не подумайте, не подумайте, чего плохого. Не обвинение. Ну, это просто, вот, такая может быть информация, там, к размышлениям. Для вас. Для вас. Дальше. Так. Я успел сказать, так, я ей сказал, что не хочу брать тему. Так она идея решать какую-то другую проблему. Не видеть смысла подать обговор, что она не успеет подумать над сказанными динамиками. А сейчас другой вопрос. Эээ, ну, здесь, мне кажется, что вы, скорее, знаете, вот, мне кажется, мне кажется, что здесь вы, скорее, просто озаботились, эээ, тем, что, эээ, что вас не ценят. То есть, вы, эээ, беспокоились здесь о том, что вас, эээ, просто, вот, как-то, ну, не оценили, да, вы обеспокоились тем, что вас, эээ, как-то, вот, не послушали. Вот такое, такое у меня возникло, возникло ощущение, да, такое у меня возникло, эээ, вот, чувство, что, вот, обеспокоил вас именно, ну, обеспокоил вас именно этот момент. Вот, я не говорю, что это, прямо, знаете, что это, прямо, вот, плохо как-то, да, я не хочу сказать, что это, прямо, плохо. Я просто хотел, эээ, вот, донести до вас этот момент, донести до вас этот момент, что, что, эээ, переживали вы, переживали о себе здесь. И, эээ, именно вам, эээ, ну, ну, было, было, возможно, было, возможно, было, возможно, есть, эээ, неприятно. Вот. Попробуйте, какая, какая, какая штука. Вот. Вот. Поэтому, тут вот, такая, такая история, может быть, может быть. Далее. Эээ, так, эээ, она, мне прямо сказалось, что опять больше ее настроения, она может просто пойти к другу и выпить, чтобы расслабиться. Хотя, давала обещание не делать этого, я знаю, что я категорически против этого, меня все сильно бесит. Эээ, так, ну, почему вы считаете себя, эээ, вправе требовать от нее не пить, если она может это сделать? Вот, видите, здесь уже есть элемент того, что вы не готовы, не готовы принять ее, не готовы принимать ее такой, какая она есть. Хотя, вы говорите, что у вас, эээ, ну, серьезные отношения. Но, понимаете, какая штука? Серьезные отношения предполагают, еще раз, безусловное принятие партнера. А этого у вас нет. И если этого у вас нет, то вам будет очень сложно построить, эээ, взаимодействие, ну, вот, свое взаимодействие с ней. К сожалению. Потому что вы от нее чего-то требуете, вы от нее чего-то ждете, вы от нее чего-то хотите, вот. А вопрос-то в том, может ли она это, может ли она этого, хочет ли она этого, понимаете? Ну, очевидно, что если она говорит, что может выпить, то она этого хочет. Вот. С другой стороны, она говорит, что вы портите настроение. И получается, что, эээ, ну, в некоторой степени вы сами ответственны за то, что она может пойти и выпить. Тем, что, эээ, делаете, эээ, не совсем то, что она хочет. Вот. Еще раз, я не говорю, что она идеальна. Я не говорю, что она идеальна. Эээ, я не думаю, что, эээ, здесь, эээ, ну, вообще уместно говорить о том, что, вот, что кто-то может быть идеальным, да. Эээ, ну, в данном случае, вот, она. Эээ, я не хочу сказать этого, не хочу сказать, что она идеальна. Но, мне кажется, мне кажется, что, эээ, то, что, вот, то, что, то, что вы делаете, то, что вы делаете, то, как вы себя позиционируете по отношению к ней, эээ, ну, ее, вот, в какой-то степени, ну, деморализует, что ли. Эээ, ну, знаете, и, ну, не кажется, что, что это хорошо и здорово. Мне кажется, что это, эээ, как-то, вот, что, помогает, эээ, сделать отношения более крепкие, крепкие, что ли. Ээ, дальше, эээ, так, далее вы пишите, что меня сильно бесит. Вот, ну, ситуация с, эээ, алкоголем. Эээ, это, тоже очень важный момент, на самом деле. Эээ, почему вас, ээээ, бесит эта ситуация с, эээ, алкоголем? То есть, почему именно бесит? Ну, вы можете не, ээээ, там, к примеру, вы можете не одобрять, то, что делает девушка, да, вы можете считать, эээ, что она, ну, делает какие-то, какие-то вещи, которые, ээээ, там, ну, для вас, грубо говоря, неприемлемы. Да, вы, вы, вы можете так считать, правда, вот, эээ, но, эээ, вопрос заключается в том, эээ, почему вас это именно бесит? Вот, эээ, что важно, на мой взгляд, ведь именно бесит вас это. Тут вот, эээ, нужно исследовать, тут нужно исследовать именно то, ээээ, как, как вас, ээээ, вызывает вот эта ситуация с тем. Чем она вас задевает, эта ситуация в целом? Ведь задевает же, иначе бы вы, я думаю, ну, не стали бы об этом писать, вот, не стали бы писать, что вас это бесит. Но если вас это бесит, то, и вы, как бы, обвиняете девушку, мол, типа, вот она делает то, что обещал им делать, и то, что, как она знает, меня бесит. То, получается, что вы, эээ, не берете ответственности, эээ, за свои чувства, здесь именно, за свои, ээээ, переживания. Вы не берете ответственности за это, а это очень важно для отношений, если вы хотите, чтобы они были качественными, счастливыми и свободными. Так, здесь нужно разобраться, чем без. Сегодня же, вроде, уладили конфликт, просто разговаривали, подъехал друг, прославите на 15 минут, в итоге задержался на 2 часа, я не спал, ждал ее, хотя было уже позднее время. Смотрите, опять же, это был ваш выбор. Это был ваш выбор, ее ждать, Дмитрий. То есть, вы хотели ее ждать, вы это делали, вы ее ждали, но вы, после, как бы, обвиняете ее в том, что она провела себя так. Ну, опять же, вновь, эээ, здесь идет перекладывание, на мой взгляд, ответственности, ээээ, значит, себя на, собственно, эээ, человека, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, да, то есть, вы, вот, именно вы что-то чувствуете, именно вам, ээээ, ээээ, ну, именно вам что-то не по душе, именно вам, ээээ, что-то тяжело, да, вот, ээээ, и вы возлагаете ответственность за это на девушку, вот. Ну, то есть, это, мне кажется, ээээ, позиция такая, скорее деструктивная, опять же, чем позитивная, потому что, вряд ли это девушке понравится. Сейчас она чувствует себя слишком важной для вас, а это ограничивает ее, ограничивает ее действия. Она написала, 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 что здесь содержалось, когда-то разговаривали про Ледовый каток, меня это выписало, и я, я, я объясню все, как есть, опять же, что вас именно выписало. Знаете, вы, Дмитрий, здесь проявляете, как бы, очень, ээээ, серьезную, на мой взгляд, неуверенность в, ээээ, в себе и в своих силах, в своих, ну, вы проявляете неуверенность в, ну, вот, в своих, в свои ценности. Скажем так, я хочу понять, почему так происходит, я хочу понять, почему вы сомневаетесь в своей ценности для, ну, для девочек, вот, потому что именно это, мне кажется, является таким, таким вот лейтмотивом всего вашего поведения, вот, я могу ошибаться, я не претендую на истину, вот, но мне кажется, что это так. Далее, вы говорите, что объяснили ей, ээээ, что как есть. А, я хотел бы, конечно, чтобы вы, эээ, мне, ну, объяснили мне, эээ, то, что вы объяснили ей, то есть, что вы объяснили ей, опять же, что вы ей сказали, говорили ли вы о себе, к примеру, к примеру, или говорили вы о ней, опять же, понимаете, это очень важная история. Дальше, она начала говорить, что я из-за всякой фигни заложил. Ну, на самом деле, частично она права, вопрос в том, почему вы заводитесь. Далее, после ссоры она объяснила, что у друга серьезные проблемы. Эээ, видите, вы говорите, что, ну, после ссоры. Да? После ссоры. То есть, вы не берете на себя ответ здесь за ссору, а говорите просто после ссоры, после ссоры. Эээ, вы говорите это так, как будто ссора, это нормально. Абсолютно. Вы говорите это так, как будто конфликт, это нормально. Но, я не думаю, я не думаю, что вы будете спорить с тем, что это не нормально. Я не думаю, что вы, ну, что вы не согласитесь со мной, в том, что, ну, не должно быть ссор. Вот. Но они есть, тем не менее. Вот очень, 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 очень хотелось бы, чтобы вы этот момент для себя определили бы. Из-за чего я, именно я, не она, а именно я, ссорусь. Из-за чего я ссорусь с девочкой, с своей девочкой, которую я люблю, вроде как. Да? Это важно. Это важно. Это очень важно. Так. Эээ, я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Всегда переживаю, когда она так делает. Эээ, переживаю, опять же, из-за чего? Из-за чего вы переживаете? Ну, опять же, опять же, опять же, да, опять же, вы не будете, я надеюсь, спорить с тем, что тот факт, что вы переживаете, да, то, что вы переживаете, это, ну, ну, ваше ответственность, что вы переживаете. Это ваша реакция, да, то есть, ну, вы так реагируете на это, на нее, на ее вот поступки, ну, какие-то. И важно понять, почему вы так реагируете на ее поступки. Это очень важно понять. Очень важно понять, из-за чего вы переживаете. И взять на себя ответственность. Взять на себя ответственность за то, что вы переживаете. Потому что сами чувства, которые вы испытываете, они, эти чувства, в целом нормальны. У них нет ничего плохого, у них нет ничего страшного, у них нет ничего ужасного, у них нет ничего ненормального, вот. Понимаете? То есть, сами чувства, они в порядке. Просто то, как вы выражаете их, несет определенный деструктив вам и девочке. Вот и, вот и вся история. Дальше. Идем. Так. Так. Значит. Так. Таких ситуаций много, прошу. Объясни, помочь. Объяснить, может, что я не так делаю, воспринимаю остров. Объясняю. Стоит точнить, что я военнослужащий курсант. Она студент агротехнического колледжа. Междунашими городами 8000 километров. Подъезжаю два раза в год на две недели зимой и на месяц летом. Не очень понятно. Ага. Естественно, не весь месяц я провожу с ней, но больше часа. Как не больше часа, если вы всего лишь месяц встречаетесь? Непонятно. Наши отношения, что у нас подключились спустя неделю, как встретились. Ну, опять же, это очень мало времени прошло. После я уехал на учебу, подозреваю все это расстояние, не могу уделять этого внимания, хотя сам как можно больше времени хочу проводить с ней. Опять же, вот это вот желание ваше проводить с ней как можно больше времени, да, оно несколько, ну, требует изучения. Там еще, чего именно-то вы хотите. Вот именно вы-то сами, чего хотите. Знаете, понимаете, какая штука. То есть, если вы хотите проводить с ней время больше, хотите ли вы это делать, к примеру, для себя больше, или вы хотите это делать больше, ну, для нее, к примеру. Вот. Потому что, ну, тут, вот, очень важный момент, вот этот, этот момент, очень важный. Если его не рассмотреть, если его не разобрать, то будут, ну, будут некоторые искажения. Всегда. 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 Будут некоторые искажения. Понимания. Вопрос. Вот. Поэтому, я думаю, что очень важно обратить на это внимание. Я думаю, очень важно понять вам для себя все-таки, все-таки, чего вы хотите, что стоит за вашим желанием проводить с ней время. Вот. И, собственно, как вы это желание хотели бы реализовать сами. Вот. И хотели бы вы его реализовать. Потому что, ну, пока что все выглядит так, что вы просто, знаете, вот, используете девочку для своих, ну, для своих желаний. Просто то, что вам самому вот что-то, ну, что-то нужно. Вот. Вы понимаете? Это не обязательно плохо. То, что вы делаете, это не обязательно плохо. Просто было бы лучше, если бы было некое разграничение того, что хочется вам, да, и того, что, ну, того, что хочется она. Вот. Было бы здорово, если бы, если бы было, вот, какое-то разграничение этого, знаете, какая штука. Вот. 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 Вот поэтому, поэтому я думаю, что так вот. Отграничить то, что вы хотите, это очень важно. И то, что хочется она, это очень важный момент. Вот. Поэтому мне кажется, что основная проблема вот именно в том, что каждый из вас пытается решить какие-то свои проблемы для всех другого, а не дать что-либо другому человеку. Ну, партнеру, условно говоря. Вот. Опять же, я не обвиняю вас, я не считаю, что вы, например, могли бы поступать как-то по-другому, или что вы должны были обязаны поступать по-другому. Нет, я так не считаю, я думаю, что вы делаете то, что вы делаете, но очень хорошо, что вы обратились к психологу за помощью, да. Вот. Вы можете спасти отношения, но ваше обращение только первый шаг. Дальше нужно консультироваться, дальше нужно работать с вами. С вами нужно работать дальше. Вот. Исследовать, смотреть и заниматься правкой. Вот. Заниматься правкой того, что вас беспокоит. Вот. Потому что, ну вот, пока что, на данный момент, ситуация складывается крайне такой, ну, неприятно, очевидно. Да. Вот. А то, что вы хотите. Не совсем получается, девочка, с девочкой отношения тоже складывается не лучшим образом. Вот. Так что, вон, тут, конечно, нужно корректировать эти все моменты. Вот. Естественно, если у вас есть к этому желание. Ну, а расстояние, если мы говорим о расстоянии, то ситуация, конечно, сложная. Потому что расстояние, ну, расстояние действительно то, что может испортить любые отношения, это правда. А расстояние, это на самом деле то, что может уничтожить чувства любые и все в таком духе. Поэтому, тут, вам, возможно, имеет смысл, как раз таки договориться, что вы не требуете, например, от, допустим, девочки чего-либо, до тех пор, пока вы не будете на постоянной на основе вместе. Вот. Хотя бы это, хотя бы, хотя бы это, хотя бы так, это было бы, ну, просто это было бы более справедливо. Вот. Вот. Ну, более справедливо, это было бы, для нее, да, это было бы более справедливо. И для вас, допустим, было бы тоже, ну, более справедливо. Вот. Потому что в противном случае, в противном случае ситуация просто выйдет из-под контроля. Вот. Окончательно и без поворотов. Вот. И мне кажется, что, ну, мне кажется, что вы, ну, что вы можете это сделать. У вас есть для этого все, собственно. А этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, гармонизации отношений и удачи.